и в эфире снова дискуссионный клуб по вселенной гарри поттера после стольких лет всегда детишки вопросов моему удивлению все еще гора прошлый выпуск вышел спустя полтора года после поза прошлого и за те полтора года я накопил немало вопросов на которые вот до сих пор отвечаю беда в том что появляются все новые и новые хотя почему беда беда это когда вопросов нет когда они есть это хорошо значит вселенная людям интересно с вами вновь профессор академии патриана и доктор колдовских наук все помыли руки перед колдовством да прекрасно приступим вопрос 1 состоящий из четырех помнишь в пятой части клуба был такой идиот который предлагал убить велдеморта в детстве и спасти тысячи невинных так вот шестой книги мисс визли говорила что ушла замуж за артура во время первой магической войны то есть если бы кто-то махнул прошлое и убил темного лорда то семеро младших визли не родились бы и еще просто второй почему пятой книги дети не жаловались родителям на то что их откровенно пытает вопрос третий приори инконтантом возникает когда у палочек просто одинаково сердцевина или только у палочек с перьями из одного феникса четвертый почему когда регул сдобил добыл медальон не попросил кеймер отразгрессировать оттуда вместе с ним по поводу причины следственных связей да именно так это и работает и ты сейчас раскрыл только одну из них самую простую поэтому как раз министерство и бзит так строго своими маховиками проклятое дитя это полная чушня но вот в качестве примера когда скорпио с альбусом впервые исправили как им казалось время выяснилось что дочь рона роза никогда не рождалась потому что рон женился не на гермионе она падме потил и вместо роза теперь существует человек вплетенный в событий ность но которого существовать не должно это все знаешь ли очень опасно почему дети не жаловались на истязание вот честно для меня это для самого загадка возможно потому что в тот момент министерство взяла хогвартс под колпак и жаловаться на эту розовую жабу было все равно что жаловаться на министерство хотя согласен отмаза вялая приори инкантат им срабатывает у палочек сердцевинами из одного источника неважно два пера из одного феникса или две жилы из одного дракона главное что один источник крайне редкое явление а то что было фильме это для визуальной эффектности сделали как всегда наплевав на лор на механику мира какой сюрприз да почему регулас не трансгрессировал вместе с кекимером вопрос на самом деле интересный мне кажется регулас не подумал что так вообще можно полагаю это обычное явление в такой ситуации беги друг я прикрою да такие моменты человек вероятно не всегда ясно соображает тем более регулас был очень сильно морально подавлен далеко не все люди в принципе хотят после такого жизнь часто кончать самоубийством да и потом суть в том что я не думаю что регулас блэк действительно понимал что кекимер может вытащить его оттуда спасти от инферналов как раз таки вот в этом то и вся суть то что мало кто знает на что по-настоящему способны домовые эльфы их недооценивают за это поплатился и сириус и возможно за это же поплатился его брат ну в какой-то степени как миртл за весь год ни разу не заметила что из раковин выползает змея длиной 20 метров и шириной пять человек если уж на то пошло как василиск влез в трубы они ведь в лучшем случае с ногу толщиной и как василиск уместился в женском туалете при таком размере непонятно вопрос второй никто тысячу лет не видел диадему кандиды коктавран но в замке все это время находился призрак ее родной дочери за тысячу лет только два человека том и полуна догадались спросить у нее диадеме про василиска во первых не забывайте что туалет был специально спроектирован так чтобы выпускать тварь незаметно для остальных во вторых не забывайте это что дамблдор прекрасно знал где вход в тайную комнату или что туалет весь год числился нерабочим просто так что ли что до толщины то тут все как раз таки правильно в фильме показана толщина тех самых труб по ним люди спокойно ходят в полный рост там два таких василиска одновременно проползут и не коснуться друг друга ну а мирту она же тоже не всегда бдит за происходящим в своем толчке да и потом с определенного момента ей я думаю была дана команда не замечать змею вот она не замечала повторяю дамблдор знал точно знал что происходит и где происходит ему было важно чтобы гарри и компания сами нашли логово теперь про диадему то что серая дама или как она там звалась это елена коктавран не знал никто когда я говорю не знал никто я имею ввиду официально возможно кто-то и знал но молчал мало ли флитвик вот наверняка знал но и понятное дело это вы видали том и гарри это только разговором с ней кто будет просто так разговаривать привидениями выясняя как они жили и кем были николас не в счет он сам летал и всем рассказывал свою биографию про то что кровавый барон убил елену и был ее женихом тоже знаете ли никто не знал так что да как бы странно это не звучало за тысячу лет лишь двое наверняка догадались просить дочь кандиды о диадеме надеюсь вам имя кандида ухо не режет если реже то праве на равенкло хорошо почему волшебники не создают броню что мешает им зачаровать какой-нибудь бронежилет или например старый мундир на защиту от некоторых заклинаний я понимаю что от всех заклинаний мира защититься невозможно но хотя бы от самых распространенных и часто применяемых например самая страшная вода кедавра на неудошвленные объекты реагировала просто взрывом так если между телом волшебника изглинанием а вода будет находиться какой-то объект волшебник не пострадает почему этим самым объектом не может быть броня скажем зачарованием гася чем ударной волной препятствующим перегреву начать стоит с того что далеко не все заклинания вообще воспринимает не живую материю то есть вот летит пуля она пробивает ткань потому что слишком быстро летит скорость полета высокая и 1 материя разрывает другую поэтому рубаха не остановит пулю а бронежилет остановит потому что плотность ткани сильно превышает возможности пули это так вот сильно упрощает а заклинание поражает не из-за скорости полета а из-за своей сущности причем магической сущности а вода кедавра это магическая инвокация отнимающая жизнь ее не остановит ни один бронежилет иначе вы до этого давно уже догадались поверь маги не идиоты жить хотят все другое дело заклинание имеющие физическое воздействие например редукту она расколет бронежилет на хрен скорее всего с первого же раза зато вот обмораживающие скажем заклинание можно нейтрализовать доспехом но пользуется как правило всякими там парализующими заклинаниями заклинаниями наносящими увечья да так что увы и ах обычные доспехи тут не помогут никак другое дело магические вот те да и тут начинается самое интересное вспомните слова рона в седьмой книге что мол гоблины и не делятся секретами изготовления магических доспехов и оружие то есть в теории такие доспехи должны прекрасно отражать заклинания уж некоторые так точно это аналог щитовых чар фред и джордж выпустили в шутку шляпы со встроенными щитовыми чарами и внезапно прилетел заказ от министерства магии на эти шляпы потому что как выясняется министерские работники во многом остолопы не способны даже внятный щитовый чар сотворить ну и на самом деле такой внезапный щит со спины это тоже всегда полезно так что в теории магическая броня есть но как минимум в британии она популярностью видимо просто не пользуется вопрос почему сквибы не могут получать образование и работать по специальностям не требующим прямого применения магии например зелье варенья травология руны история почему же не могут могут проблема лишь в том что чтобы совершенствоваться в этих знаниях необходимо проводить исследования или еще какие-нибудь манипуляции которые без магии видится очень уж проблематичными зелье варенье травологии так и вовсе требует магических знаний с чего ты взял что они там не нужны напомню в шестой книге на одном из уроков слизнарта гермиона колдовала над котлом руны наверное тоже кстати а вот история тут да и туда же призрак может ввести даром что не волшебник меня вдруг заинтересовала одна вещь связанные со старшей палочкой в чем именно состоит ее мощь насколько я понимаю палочка вообще в гарри поттере своего рода проводник помогающий волшебнику концентрироваться и колдовать с уменьшими усилиями но палочка сама по себе магию творить не может я понимаю в чем уникальность старшей палочке она будет подчиняться только если забрать ее силой в иных случаях она вроде как бесполезна но причем тут мощь мне непонятно она мощнейший из известных катализаторов ну скажем так да условно говоря дает скажем плюс 5 к 100 заклинаний в отличие от остальных там плюс 2 там плюс ну что тут сказать вот она так сконструирована технология магического такая вот мощная это можно сравнить например вот с пороховым мушкетом который стреляет метров на 30 на 50 да и есть еще современный пистолет макарова к примеру вот несоизмеримые казалось бы вещи да хотя по сути своей одной тоже вот примерно так мне стало интересно как работает защита отталкивающая маглов на их действия и порождающие факторы тех же взрывов или выбросов веществ если у них есть и такая защита то при том же огромном взрыве пожаре водородной бомбе не останется ли зеленый клочок земли с хогвартсом или малфо и мэннером косым переулком вокруг этого хаоса и его обязательно заметят отталкивающий чары не панацея а если нет то есть спутники да и господи боже ребят на запятые на да и все же особняки магов не в своих доминах как это любит описывать фанты ну вообще смотри я думаю ничто не панацея в том числе щитовые чары едва ли есть чар от какой-нибудь водородной бомбы другое дело кому вздумается бомбить местность которая числится пустышкой водородными бомбами это бы между прочим очень дорогие бомбы мага зашедший в круг действия чар видит не то что есть или же забывать зачем пришел еще один пример это фильтр восприятия из доктора кто когда в упор смотришь на что-то и не видишь этого или же психовомага примерно то же самое действие и покидает вопрос если после перемещения назад сломать маховик то что будет например гарри гермиона отправляется в прошлое на несколько часов назад и решает незаметно сломать маховик у себя которые еще не отправились то что будет блин вопрос задан так что получается два вопроса что будет если сломать маховик в принципе вот я переместился в прошлое сломал маховик и что и ничего я сломал маховик только всего время закольцовано я ты живая до момента своего отправления и все живу как жил только без маховика вопрос 2 звучит фактически так я отправляюсь в прошлое и ломай маховик принадлежащие себе прошлому что тогда случится ответ таков ничего ведь я не сумею его сломать время закольцовано я отправился в прошлое значит маховик у меня уже был то есть его никто сломать не сумел конечно же допустимые отклонения но они имеют катастрофические последствия я них уже упоминал не раз если маг является большим фанатом маглов и ему нравится к примеру вестерны мог ли он заказать себе аналог палочки но в виде револьвера и эффектно использовать его ведь у каждого аналога палочки свои стили использования и тогда получается что если все правильно сделать то можно не махать револьвером на манер палочки заранее прости если опрос кажется тупым ну почему же тупым нет довольно интересный вопрос теория направлять магию можно даже из рук минуя палочки из чего угодно можно но вот в чем загвоздка британских и многих других магов самого детства учит пользоваться именно палочкой они револьвером это и привычка и рефлексы и психология да и потом заказать он может что угодно вот сделает ли мастер палочку виде револьвера это же вопрос ты представляешь себе оливандра или григоровича стругающего дубов или ясневый револьвер я вот нет анимак это тот кто умеет превращаться в животное правильно и так вот суть вопроса если они мак очень долго находится в состоянии животного то через какое-то время он должен быть превратиться обратно я знаю что ты подумал о примере хвоста он же долго находился в облике крыс в урона но корросто же иногда убегал от трона не только в узнике аскобана не для того же хвост убегал чтобы просто проветриться если он убегал перевоплотиться в себя и отдохнуть от длительного пребывания в обличие крысы так а где-то ладно неважно и еще будучи в обличии животного они мак будет испытывать дискомфорт от еды или передвижение или с перевоплощением они мак получат некоторые вкусовые предпочтения и полное удобство передвижения я думаю в облике животного они мак будет испытывать дискомфорт но чисто психологически а не физиологический сознание в этот момент становится более простым но все же они мак остается человеком и И негоже человеку жить, как крыса, собака или олень долгое время. Так что, чтобы не спятить, я уверен, ему приходится время от времени делать такие вот передышки и превращаться обратно в человека. Это как постоянно ходить в ботинках, особенно летом, а потом на пару часов снять их и босиком пройтись по траве. Примерно вот так вот анимак себя ощущает, на мой взгляд. А в целом ограничений по времени никаких нет. До сих пор не понимаю, как искажается душа во время создания крестража. Личность субъекта меняется определенным магическим образом, или это просто метафора? Мол, убийца уже не сможет считаться нормальным человеком с нормальной душой. В чем выражается хрупкость и половинчатость души в обычной жизни. Если крестраж был создан в 20-летнем возрасте, а маг умер в 60, он возродится снова молодым, как Том Реддл из дневника, или это был его фантом? А если сделать крестраж из новорожденного младенца и тут же в нем переродиться, что станет таким человеком? А если крестраж сделать из беременной женщины? Это совсем сложный вопрос рассуждать о душе и ее метафизических свойствах. Один ответ на этот вопрос займет целый ролик, и то не факт, что мы к чему-то вообще в принципе придем. Я не эксперт по душам, ну разве что по темным. Как бы странно это ни прозвучало, чтобы понимать такие вещи, необходимо быть верующим. Потому что для атеистов это будет чисто научный интерес к субстанции, которая не существует, как в случае с тем же личом, как таковым. Объяснить что-то таким людям о душе я не вижу возможности. Во всяком случае сейчас. Ну а если брать упрощенную модель, то да, эмоции, рассудок, все это повреждается. Каждый раз по-разному. Я об этом уже рассказывал в одном из роликов по вселенной. Магитетская сила лича возрастает, но, видимо, не в мире Патрианы. Тут сила остается такой же. Том Реддл из дневника был воплощенным осколком души. Если маг сделал крестраж в 20 лет, что в принципе возможно только в мире Патрианы. Ибо в других мирах нужен просто катастрофический уровень знаний и мощи, чтобы стать личом. Так вот, если маг сделал крестраж в 20, он не умрет в 60. Потому что теперь он как бы бессмертен. Если он погибнет в 60, то он вновь воплотится. В каком облике, это загадка. А обычно лич – это истлевший труп. Как разуплотился, так и воплотился. В случае с Волдемортом было применено зелье, но, видимо, действовало все то же правило. Сделать крестраж из живого человека также возможно только в Патриане. До этого прецедентов не было. Ну, по крайней мере, мнения неизвестны. Если вы помните, это вообще получилось случайно. И Гарри, притом, всю жизнь страдал, испытывал дикие боли в шраме. Но не более того. При возрождении лич никак не уничтожает крестраж. В этом и суть такого перерождения душа или ее часть остается нетронутой. Вот так вот. Это не кольцо Феникса, которое разрушается после твоей смерти. Вопрос такой. Что будет, если во вселенной Гарри Поттера начнется геноцид магических существ, магов и всего, что с этим связано? Объясню подробнее. Предположим, маглы в один момент максимально объединятся, и им удастся устроить ад и террор магического мира. Отловят и истребят всех драконов, убьют кентавров, перестреляют всех волшебников и так далее. Важно тут не то, что это возможно или невозможно. Важны последствия. В частности, лишится ли мир магических сил. Периодически в семье маглов могут родиться волшебники, но что с остальными существами, если они были уничтожены как вид? Появится новый уже существующий мир или магия из данного мира уйдет навсегда? Странный вопрос. Если пойдет дождь, пойдет дождь. Если начнется война на истребление, начнется война на истребление. Причем, на взаимное. Волшебники же тоже не будут сидеть просто так в стране. Они же тоже умеют замечательно убивать. Приходишь в центр управления, скажем, ядерными ракетами под заклинанием невидимости. Делаешь империо и наводишь куда надо. Да? В общем, все закончится полным уничтожением человечества в принципе, я думаю. Или даже мир в целом, учитывая возможности магии и технологии, которые я только что вот писал. Выживут только тараканы и дементры. Магия из мира никуда не денется, денутся только те, кто могут ее использовать. У Хогвартса имеется целая железнодорожная инфраструктура. Ну, как целая. Одна колея и две станции. А станции. Где же все-таки находится станция 9,75? Можно вспомнить чары, которые накладывались на палатки во время чемпионата по квиддичу, но вроде не то. Станция находится в неком подпространстве, карманном измерении, либо людей переносит вовсе куда-то в сторону от вокзала на построенную далеко от глаз магов платформу. Нафига оно вообще надо? Платформа находится в Лондоне, и возможность ее существования обусловлена целым рядом, чар. Это и могло отталкивающие заклинания, и заклинания незримого расширения, и прочие защитные заклинания и иллюзии, ну и, конечно же, договоренность с властями страны. В целом, как раз подобное наличие такой платформы и специального пути не выглядит чем-то из ряда вон, учитывая, какие в Патриане мы видели заклинания. В принципе-то, да? Что касается того, зачем это нужно, ну, трудно сказать зачем. Ну вот захотелось им. У каждой страны свои традиции, у каждых народов, скажем так, у каждых общин, например, у общины магов, свои причуды. А что если Гарри Поттер после его, в кавычках, смерти в Запретном лесу видел Дамблдора потому, что до этого использовал воскрешающий камень? Что ты об этом думаешь? Думаю, что это неверно совершенно. Он видел Дамблдора потому, что сам оказался на перепутии. Погибла часть души Волдеморта и потянула за собой душу Гарри, но сам Гарри остался при этом жив. Хотя, как сказал Дамблдор, он мог просто сесть на поезд и уехать, то бишь принять свою смерть. А воскрешающий камень, если что, никого не воскрешает. Он вызывает эхо, тень, не более. Об этом тоже говорилось в одном из роликов, называется «Некромантия мира Поттерианы». Можете посмотреть, если интересно. Что скажете по поводу предположения, что Дамблдор – это смерть? Просматриваются интересные, на мой взгляд, не только, на мой взгляд, параллели между судьбами трех братьев в сказке и судьбами Волдеморта, Снепа и Гарри. Волдеморт стремился к власти, стремился обмануть смерть, но погиб в итоге. Северус потерял любимую женщину, рано ушедшую из жизни, тоже погиб, а Гарри хотел жить. В один прекрасный момент получил мантию-невидимку от Дамблдора. В руках Альбуса вообще побывали все три дара. Заранее благодарен за ответ. Ну, тут, как и в предыдущем вопросе, неведомая мне попытка натянуть сову на Хогвартс. Придумать что-то, чего нет даже близко, и усложнять простую, в общем-то, вещь. Дамблдор – никакая не смерть. Это просто талантливый чародей. Умный, мудрый, но обычный при этом человек со своими закидонами, со своими отрицательными чертами характера и присущими всем время от времени глупостями. Благодаря одной из таких глупостей он и надел кольцо Марвела, зная, что это крестраж, и получил смертельную вечи. Обычный человек. Талантливый, но не более того. В ролике про драконов ты говорил, что только опалаво глаза антипод обитает в долинах, а не в горах. Но как в горах может обитать венгерский хвостарок, если Венгрия – самая плоская страна в Европе? И я все никак не могу понять, в каком виде Володька находился в Албании. Будь лебеден, расскажи. Про драконов информация взята из Википедии и Поттермора. Сам я в Венгрии не был, если честно, и понятия не имею даже, где это. Откуда там горы? Я не знаю. У Роулинг спроси. Может, она их там видела? Ну, про форму Волдеморта тут все просто. Он сам об этом говорил в четвертой книге. Я был меньше, чем дух, меньше, чем самое захудалое привидение. Это разоплощенная форма человека, разорвавшего свою душу, да еще и на такое количество частей. Извини, но это исчерпывающее определение. Я не знаю, как еще подробнее тебе объяснить. Вопрос касательно действий некоторых заклинаний на людей. У нас есть проклятие смерти. Самое страшное из непростительных. Человек просто умирает. А еще у нас есть заклинания бомбарда или бомбарда максима, которые и просто засов клетки разбить могут, как в третьем фильме, или же стену взорвать, как в пятом. А если мы жахнем бомбарды по человеку, оно просто не сработает, или же он разлетится на куски? Кстати, хороший вопрос. Неизвестно, но есть основания предполагать, что бомбарды работают с неживыми объектами. Фильмы не в счет, сразу говорю. Там на лор плевали все. Однако это не значит, что им нельзя убить. Взрывная волна от заклинания вполне способна нанести непоправимый ущерб. Напомню, именно так погиб Фред Уизли. Да и Белатриса Лестерндж тоже не от Авата Кедавр погибла. То есть обычным заклинанием тоже можно убить, да. Но это еще постараться надо. А Авата Кедавр это черная магия, к тому же от нее нельзя спастись. Поэтому она просто как-то проще в этом плане. Хотя простота тут тоже сильно относительна. Как думаешь, когда примерно присылает письма из Хогвартса о поступлении? Объясню. Гарри получил письмо за месяц до начала учебы, и это совпадает с его 11-летием. Например, Гермиона получается старше своих однокурсников на год, так как у нее день рождения в сентябре, а ребенок не может учиться в Хогвартсе, если ему не исполнилось 11. Получается, Гермионе должны были сообщить о поступлении в Хогвартс минимум за месяц до 1 сентября, иначе ее могли бы записать в обычную школу. А так она ждала целый год. Надеюсь, понятно изложила свою мысль. Школьные учителя тоже не дураки. Если ребенок исполняется в этом году 11, значит нет смысла до такого формализма опускаться и плевать на учеников, как это сделали в случае с Трангрессией. В принципе, Трангрессировать до совершеннолетия запрещено, скорее всего, из-за ответственности, которая в таком случае перекладывается не на наставника из школы, а на самого ученика и его родителей. А письмо присылают за 2-3 месяца до начала учебного года. В случае с Гарри он особый. Там письмо, как и почтальон, были намеренно приурочены ко дню рождения, чтобы создать в Гарри нужные впечатления о школе, Хагриде, Дамблдоре, Министерстве, да и вообще о магии в целом, да и о себе в частности. У Гриффиндора был меч. А есть ли оружие у других факультетов, например, Секира Слизерина? Ты сейчас скажи бумеранг, как Тевран. У Слизеринцев целая тайная комната с Василиском. Нафига им оружие? У Пуфиндуя, как Теврана, тоже не оружие. Ну так у самих основателей наверняка было личное зачарованное оружие, просто они, вероятно, не придавали этим безделушкам особого значения, а то и вовсе не использовали. А меч Гриффиндора у него своя история, то есть он уже и в руках гоблинов успел побывать, и в руках магов. Там, если спросить гоблинов, там целая история, так и, знаете, накопается. Поэтому это символ не столько Годрика, сколько, наверное, символ эпохи, даже так. Либо каких-то определенных событий. Как думаешь, могли ли Дементеры уничтожить Кристража? Высосать с помощью поцелуя осколок души из дневника или чаши, и все, Кристража нет. Не думаю. И Кристраж, и Дементера это порождение черной магии, а ворон ворону глаз не выклюет, просто не сможет. К тому же Кристраж это не живое существо. Есть у меня такое предположение, что это уж скорее Кристраж высосет Дементера, если сопоставлять степень могущества сравниваемых объектов. Змея Волдеморта такая умная, потому что на Кристраж, если так, то, как думаешь, можно похожим образом вырастить своих собственных духовных клонов в других людях? Может, из них получится эдакая великолепная семерка, которая будет действовать как одно целое, вроде эффекта боевой медитации? Нет, не будет. Часть души в змее позволяет Волдеморту более тонко ей управлять, не более того. Змея остается змеей с довольно низким интеллектом. Где она там умная, непонятно. То, что она слушается его команд, ну так он змеи уст. Вот и вся разгадка. Ну что ж, на сегодня хватит. А то у вас так варева в котелке закипит. У меня уж так точно. Торжественно клянусь, что вскоре я вернусь. А пока что не забывайте о правилах волшебной гигиены. Мойте руки перед колдовством. НОКС. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok